С 1 декабря компания Автоэнтерпрайз ввела оплату за активацию зарядных сессий по телефону, 25 гривен. И вскоре будет введена такая же оплата за активацию с помощью приложения, 1250. И только автомобили с чипом будут заряжаться без такой оплаты. Что это за чипы такие? Обратимся к истории. Когда компания Автоэнтерпрайз решила строить сеть зарядных станций, встал вопрос, как авторизовать пользователей. На тот момент в мире существовало два основных способа. Либо карточкой-радиометкой, либо по телефону через диспетчера. И тут и другой способ имеет ряд недостатков. Карточки легко подделывают, о чем свидетельствует российский опыт. А активация зарядки через диспетчера требует от компании слишком больших затрат на содержание круглосуточной большой диспетчерской службы. Альтернативой этим способом могло бы стать специальное приложение, разработанное компанией Автоэнтерпрайз своим клиентом. Однако впоследствии выяснилось, что и это не панацея. Ну, во-первых, некоторые зарядные станции располагаются в местах, где сотовая связь работает неустойчиво. Ну и сам телефон. Некоторые водители бывают, испытывают проблемы, потому что телефон разрядился в ноль или забыл его где-то. А если в это время важный разговор, то согласитесь как-то невежливо прерывать его для того, чтобы потыкать в экран. Кроме того, с приложениями бывают и другие приколы. Ну, сейчас мы попробуем зарядиться на этой станции. Для начала вставляем зарядный кабель в соответствующий порт. А теперь запускаем приложение. Запускаем приложение. О, запускается приложение. Так, загрузка пошла. О! Сейчас оно попытается определить мое местоположение. Моя локация. Вот. Так. И дальше надо бы стартовать. Вот, свободен, все дела туда-сюда подключить. Так, пошла зарядка. Ну, блядь, как мерзнут руки. Представляете, вот по морозу вышел, надо тыкать пальцем. Реально уже синие. Отключаем. Вы действительно хотите? Да, действительно хочу. Как и Windows все, зараза, спрашивает. Ну, блин, а руки-то мерзнут. Надо перчатки было брать, я понимаю. Все, отключилось. Все, теперь это все вынимается. И вставляется на место. Решение нашлось не сразу, но оно позволило избавиться от недостатков имеющихся методов аутентификации пользователей. Инженеры компании Auto Enterprise разработали устройство, которое при подключении зарядной станции к автомобилю сообщает контроллеру станции идентификационные данные машины. Так как стандартный протокол обмена информацией, используемый в зарядках, не содержит данных об автомобиле, пришлось разработать свой. Протокол уникален. Зарядными станциями других компаний не понимается и даже не видится. Мало того, пока зарядная станция не подаст специальную команду, АЕ-чип не активируется. И потому его наличие в зарядке других производителей даже не догадываются. Машина на таких станциях заряжается, как обычно. И только на станциях производства Auto Enterprise при подключении автомобиля активируется чип, передавая станции данные о машине. В результате автомобили, оснащенные АЕ-чипом, заряжаются без каких-либо дополнительных телодвижений со стороны водителя. Вот как это работает при наличии чипа. Просто берете коннектор от станции, просто открываете зарядный порт и вставляете. Раз, два, три, четыре, пять. Все, пошла зарядка. Ровно пять секунд. Конечно, без проблем не обошлось. Например, если нет связи между зарядной станцией и сервером Auto Enterprise, то зарядка не пойдет. Но на этот случай предусмотрена память в зарядных устройствах. Станция помнит последние 256 авто, которые на ней заряжались. И если машина в этом списке, то зарядка все же стартует. На сегодня машины с таким чипом ездят уже пятый год, и проблем с ними нет. Поставить АЕ-чип можно на любой электромобиль. Например, установка такого чипа на Nissan Leaf на сегодня занимает полчаса и стоит 750 гривен. Но инженеры Auto Enterprise на этом не остановились. После того, как компания решила развивать сеть быстрых зарядных станций по стандарту CHADEMO, возник тот же вопрос, как авторизовать пользователей. Ну, по идее, стандарт CHADEMO содержит в себе протокол обмена данными между автомобилем и зарядной станцией. И вроде бы других протоколов больше не нужно. Инженеры компании даже были уверены, что протокол обмена данными CHADEMO машина уже включает в себя EVID, систему аутентификации автомобиля. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что ничего подобного в этом протоколе нет. И тем не менее, разработка АЕ-чипа второй версии специально под CHADEMO прошла быстрее. Как-никак, стандарт все-таки заложен обмена данными машинозарядка. Его нужно всего лишь расширить, что и сделали инженеры Auto Enterprise. И установка такого чипа ничуть не сложнее, чем установка чипа первой версии. Разве что на один проводок больше. По итогу на сегодня АЕ-чипы второй генерации работают уже два года, существенно облегчая жизнь владельцам электромобилей. Не нужно стоять на морозе или под дождем, тыкая в клавиши смартфона. Вставил коннектор и все. Такой подход оценили не только украинские автомобилисты. Систему аутентификации, разработанную компанией Auto Enterprise, решила использовать в своей сети компания Blink, международный оператор зарядных станций, имеющий по всему миру более 3300 электрозарядок. Ну а с 1 декабря АЕ-чип это еще и выгодно. И не только потому, что активация зарядной сессии бесплатна. Auto Enterprise предоставляет чипованным автомобилям скидку 25%. На аренду порта. Это не благотворительность, а простой расчет. Владелец машины с АЕ-чипом, как показывает статистика, чаще заряжает электромобиль. Процедура активации зарядки существенно проще по сравнению с другими системами аутентификации. Вот и не сдерживают себя такие автовладельцы. Да и занимают они зарядный порт на меньшее время. Поэтому от установки чипа Auto Enterprise тоже выигрывает. Вин-вин, как говорится. По вопросам установки АЕ-чипа в свой электромобиль обращайтесь в Auto Enterprise.